Перед тем, как спуститься под землю, всем выдают резиновые сапоги и бахилы. В бункере сыро, хотя оттуда несколько месяцев выкачивали грунтовые воды. Сюда еще не ступала нога обычного туриста. Долгие годы бункер был законсервирован. Вход закрывала бетонная плита, а под ней лестница уходила под землю на 31 метр. Там зимой и летом 8 градусов. Уважаемые коллеги, обращаю внимание, что уровень воды здесь был по грудь. В народе это место называют бункером Приво или бункером под санаторием Волга. Официально это заглубленный командный пункт генерального штаба. Он построен на год раньше бункера Сталина, в 41-м. Отсюда можно было управлять войсками даже во время сильной бомбардировки. Здесь применили нестандартные системы безопасности. У нас ожидается взрывная волна, например, попытка пробраться сюда. И чтобы от взрывной волны не пострадали обитатели этого сооружения, значит, вот эта железная плита, она в таком нормальном состоянии, вертикальная. Она срабатывает и гасит взрывную волну. В настоящее время она поднята, и мы ее планируем восстановить, чтобы продемонстрировать все эти чудеса оборонной мандартики. Секретов и легенд бункер таит немало. При этом многие архивные документы до сих пор засекречены. Вот это самый высокий лифт. Этот лифт глубиной более 30 метров. Он выходит в здание, которое я говорил, третий корпус санатория Волга. В 2000-х за бункером перестали следить, и его затопили грунтовые воды. Сегодня исторический объект восстанавливают сами сотрудники военного санатория. Отсюда вывезли 30 камазов мусора. Бункер хотят превратить в музей. Вода и годы не пощадили этот бункер. И теперь, каким он был, мы можем догадываться только по остаткам интерьеров, лепнины, проводки. Здесь вполне могли проходить совещания военного руководства, ведь это зал совещаний. Теперь это помещение вполне пригодное для того, чтобы разместить экспозицию Народного музея. Народный, потому что любой самарец сможет передать в музей военные экспонаты. Их уже сейчас принимают в санатории Волга. Первые гости в бункере – это общественники, музейные работники, журналисты и представители турфирм. Экскурсия на всех произвела впечатление. В восхищении тем трудом, созидателем, который был проектировщик, созидателем, рабочим, мастером, который вот этот весь бункер в свое время спроектировали, сделали, создали, что он живой до сих пор, он до сих пор не рухнул, он до сих пор, по большому счету, если заменить трубокоммуникацию, электрику, то наверняка еще и будет и действующим. А самое главное, что мы первые в Российской Федерации субъект, на территории которого будет действовать два реальных существующих музея, расположенных в бункерах. В санатории «Волга» уже сейчас готовы проводить групповые экскурсии по бункеру «Приво», а чтобы подготовить помещение для музея, уйдет почти год. Валерия Макарова, Константин Головин. События.